Завтра стартует четвертая сессия Верховной Рады, что рассмотрят нардепы. Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады. Осенью парламентариям предстоит рассмотреть законопроект про государственный бюджет на 2021 год. Об этом говорится в материале РБК «Украина старт сезона». Какие законы Рада рассмотрит на новой сессии? Замглавы фракции СН Евгения Кравчук говорит в комментарии изданию, что дискуссии по бюджету будут однозначны. Кроме главного бюджетного комитета, они будут концентрироваться и в тех комитетах, которые являются профильными для тех или иных министерств по отраслям. Так было и в прошлом году, и во время нынешнего секвестра, сказала она. Также депутатам придется возвращаться к вопросу Донбасса. В декабре прошлого года Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса еще на год, до 31 декабря 2020 года. С января заканчивается действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. И его нужно либо, по крайней мере, продлить на год, либо понять, будет ли какая-то новая редакция. Этот вопрос неизбежно возникнет в декабре, но он не зависит исключительно от Верховной Рады. Многое будет зависеть от нормандской встречи в Берлине и от процесса переговоров, объяснила Евгения Кравчук. Также Рада возьмется за второе чтение законопроектов про всеукраинский референдум и про локализацию, за блок финансовых инициатив. В частности, законопроект про Бюро экономической безопасности номер 3087-Д, который депутаты дорабатывали к первому чтению. Кроме того, на первую пленарную неделю в Комитете хотят вынести еще пять законопроектов. Первый – об освобождении от уплаты туристического сбора переселенцев. Второй – об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений об админнарушениях. Третий и четвертый – номер 3476, номер 3477, касаются поддержки производства электрического транспорта в Украине. Пятый документ – номер 3016-Д, о совершенствовании механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий. Также на этой сессии депутаты перейдут к рассмотрению во втором чтении законопроекта президента о так называемых инвестиционных нянях, о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями – номер 3760. В конце июля Рада уже приняла этот документ за основу. Еще один президентский документ, которому в ближайшее время планируют приступить в парламенте – законопроект о поддержке креативных индустрий, номер 3851. Как сообщала РБК Украина, Верховная Рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции. Напомним, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в неочередной сессии на 25 августа.